Утешитель от души истинный, И же везде сын, и вся исполняй сокровища благих. И же вне подателю привидели все лисяны, И отчастины от всяких скрепных, И спаси блажен души наши. Господи, которым даровал Ты изобилие Духа Святого. Благодарим Тебя, Господи, за все. Помоги, Господи, чтобы все эти знания не прошли напрасно, а были для благоугождения Твоего. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Послание к Ефесянам, 3 глава, 4 стих. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Толкование. Я написал, говорит, не сколько должно, а по силе вашей и вместимости. И из этого вы можете воспринять и понять мое разумение тайны Христовой. То есть, как я разумел тайну Христову, или как я понял, что Он сидит одесной Отца и нас посадил с собой, что в себе создал обоих во единого нового человека. И прочее, относящиеся к тайне. Поймите же, достоинство моего разумения из того, что столько мне Бог открыл. А что это знак великой чести, слушай, не сделал Он того никакому другому народу. Псалом 147, 9. Именно, что Израилю возвестил уставы свои и суды свои. Псалом 147, 8. Здесь мы видим, что, да, апостолу Павлу было открыто Господом тайны. А кому еще открыто? Да мало кому открыто, это тайно, в общем дело. Поэтому и у нас есть Священное Писание, Господь нам его даровал. Потому что, если бы каждому открывал Господь, то какое бы было у нас Священное Писание сейчас, оно именно вот такое, как есть. 27 книг Новых Заветов говорят о том, мы видим. И поэтому это относится не только к православным, к нам. Как нужно заботиться о знании Священного Писания. Особенно сложно дается послание апостола Павла, потому что он здесь и говорит тайны. Как понять тайны? Потому что они даются тайны, это мы привыкли, что тайна это что-то такое, мы не знаем. А сейчас кто-то скажет, и мы теперь знаем. Вот как говорят, допустим, вот кто убил Кеннеди. И все интересуются, кто убил Кеннеди. И все хотят фамилию знать-то, кто убил. Сейчас мы только сказали и все. О, ну все, теперь мы знаем. У Господа это не так. Он почему знает тайны, апостол Павел? Потому что у него было покаяние, потому что у него было обращение ко Христу, потому что у него была настоящая, деятельная, христианская жизнь после этого во Святом Духе. И теперь попробуй точно так же все это установить, как апостол Павел. Не надо надмиваться там выше его привык. Учитель, ученик не выше учителя своего. Поэтому иди теми же стопами, иди теми же скорбями, теми же сетване, плачем, и все будет у тебя. Эта же тайна будет открыта и тебе до конца. И ты все поймешь. Она оказалась и не тайна для истинно верующего человека. Никакой тайны и не оказалась. Это домостроительство, тайн Божий, как говорит. А домостроительство в чем? Да ты-то сам в этом домостроительстве участвуешь, человече. Я-то уже это прошел, как бы говорит апостол Павел. И все оставил после себя, вот эти знаки. Ты теперь иди по этому фарватеру. А что это фарватер? Да это окровавленная тропа, по которой Господь прошел, неся крест свой. А ты теперь свой неси. И он будет для тебя не менее тяжек, чем для Господа свой. Как Игнать Тихоновича тут один писал, прими крест Христов, прими крест Христов. Это православный какой-то человек оказался. Решил так назидать, ну вот в данном случае Игнать Тихоновича. Сам не понимая ничего. Это почему? Потому что он не читал, никогда ни апостола Павла не вникал даже в эти послания. Может быть и читал что-то. Поверхностно пробегали. А когда ты читаешься и поймешь, так а без апостола Павла мы ничего не поймем, и не поймешь. И тоже относится и к сектантам, которые оставили, взяли вот так, отстранили все толкования, которые относятся именно к этим словесам святым. Которые, святые мужи, тоже, как говорится, выстрадали, тоже вымолили у Господа. И Духом Святым им было открыто это толкование, чтобы нам приблизиться еще больше к Царству Небесному. Спасибо, Христос. Ну, тоже тут хотелось к этому добавить. Он сказал, кто это? Это брат родной Егора, который у нас был. Это он писал. И потом, это веры никакой у него нет. Это он заклинательные слова. Я эти слова говорил, прими крест, я начальник на работе меня угнал, так, начальник умер. И он решил здесь так же делать. Вот он повторяет еще кому-то, повторяет, возьми крест Христов. Крест никто не может взять, а он даже этого не понимает. Он повторяет, одно и то же, скидывает. А ничего нет. Я говорю, ты зачем это делаешь-то? Не знает. Ну, я стал молиться. И вот так развернуло. Он забыл крест свой и Христов. Внезапно от него жена его идет к священнику, к ксенофонту своему советуется. Он говорит, не работает. Четверо, что ли, ребятишек, и сидит дома, что... Ну, и пристает там какие-то... Она говорит, да ты перешла бы пока туда. Это она ушла. Да он как на попав взялся, остался один на меня, вот это вы намолились. Он забыл про крест, больше не говорит даже. Ушла жена, ничего, на бой не идет, ни под каким видом. Вот и все. То есть, на все есть ответ один, молитва. Это он заклинательные слова колдовские предназначил. Настоящие колдовские. Фамилия его как, Югородов? Забыл я уже. Забыл. Забыл. Ну ладно. В Горном Алтае живет этот. Да. Ну я тоже немножко добавлю. Здесь на что вот мое внимание пало. Да. Опять же, мое разумение. Мое. Да. Мое. И здесь фифилак дальше. Как я понял все. Я, я, я. Вот за что Игнать Тихоновича тоже его постоянно вот. А что все о себе, да о себе. Ну а что о тебе? А сами тоже. А духом святым открыто. А то, что вам, значит, не духом. Мне главное, духом, сектант говорит, открыто. А то, что вы проходите по фиолаксу болгарскому, как вы можете доказать, что это духом святым? И вот начинаем. Мы православные, мы приняли, нам дух подсказывает, что здесь истина. Тебе какой-то дух подсказывает, что там истина. Почему мы должны тебе верить или идти за тобой-то? А мне дух святой открыл. Апостол Павел тоже. Мне было видение. И он рассказывает, что вот Христос явился, света сиял с неба. Говорю, подожди, позвольте. Как, как, кто свидетели? Так вот, если разобраться. Почему тебе верено язычникам-то? Тоже могли люди-то усомниться. в его истинности. Но он всегда говорит, то есть, и фефилакт, и здесь я, я, я. То есть, моя фамилия. А там аватар выставляет, даже неизвестно, кто там, что фотография, чья они, не знаю, что. То есть, человек, он конкретно, вот, Игнатий Лапкин, все, кавычки, цитата, фефилакт болгарский, кавычка, цитата, первый век, жития святых. Все, мы можем, фамилия, имя. У него спрашиваешь, кто так верил? Ну, какая теперь, как ты сейчас веришь? Как, разве это важно? Мне духом открыто. Каким духом? Почему он святым-то решил? А им, значит, не святым, если не сходится, они-то говорили так, ты говоришь так, где истину-то? Вот так понимали в первом, в втором, в третьем веке имена, фамилии, все, мы можем. Тот ничего не может сказать. Хотел еще добавить к этому, когда вот начинаешь разговаривать с такими людьми, ну, мы их называем сектантами, или мыслящими не по-православному, не так, как мыслили святые отцы. Почему мы можем это говорить? Ну, во-первых, очень долго уже мы проходим именно по толкованию святых отцов, и поэтому как-то Господь дает уже отличать вот этот дух. И главное, что они всегда спорят, вот эти люди. Они в одном месте где-то бывают совпадемы, они не вылазят, а в другом месте все равно настигнет их эта кара, и как апостол Павел говорит, а нам, и Церкви Божией, спорить не свойственно. Поэтому без спора принимается все Духом Святым. Зачем тебе спорить, если ты идешь по стопам Иисуса Христа, по стопам тех людей, за которых Господь положил жизнь свою уже, и теперь ты просто к ним примыкаешь. А здесь уже расправили крылья, вознеслись над всеми, летают уже около Христа, они как бы, а глядишь, и даже повыше немножко. Пятый стих. Которая... То есть речь о тайне. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым. То есть речь о тайне Христовой. Толкование. Что же? Неужели не знали пророки? А как же Христос говорит? Моисеи пророки обо мне писали, и исследуйте Писание, и они свидетельствуют о мне, то есть о Христе. Как же пророки не знали? А здесь все вроде как только что открыто. Отвечаем. Но Павел, во-первых, говорит то, что не было открыто всем людям, так как прибавил, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. А во-вторых, то, что таким образом не было открыто и пророком, как теперь самым делом, явлено апостолом и новозаветным пророком духом святым. Ибо если бы дух не научил Петра, последний Петр не принял бы в церковь язычника Корнилия с его домашними. Читаем в Деянии в 10 главе 3 стих. И заметь, не относительно обрезания, а относительно язычников дает дух откровения, потому что великим делом принятие в церковь презираемых и язычников было. И настолько древние не знали этой тайны, что даже и великий Петр нуждался в наставлении духа относительно этого. Тайна, что Христос в себе объединил из двоих, сделал одно, из язычников и из иудеев одного христианина, нового человека. Можно я немножко в другой конвой как бы пройду? Давай. Ну вот, у нас вот в советской родине было не так. Вот при царе батюшке еще ближе было, а вот у немцев, у фашистов так называемых, у них очень сильно было развито сохранение война. То есть, если противник очень ожесточенно сопротивляется, то они на пролом не лезли, как у нас сразу Жуков. Надо взять Берлин? Берите. Сколько надо войск? Да сколько хотите, к 1 мая, чтобы взяли. И положили почти 400 тысяч убитыми, 395 тысяч убитыми. Месяц 435. Уже 435? Новая цифра. Ну, в общем, короче говоря, это сколько же, это буквально там, ну, эти Зиеловские высоты они брали, ну, больше чуть-чуть, двух недель все это наступление длилось. За это время погибли, ну, сколько мужей, сколько сыновей, сколько людей, ну, в общем, понятно, у немцев так не было, они сохраняли. Почему? Ну, логика войны человеческой показывает, что хорошо, конечно, когда ты в теории знаешь, ты отличник, но когда придет практика, ты совсем другой. И вот войны, это практики, они знают, как воевать, они знают, как научить других. А что это значит? Это жизнь сохранить. Вот у нас в православии точно мы идем по этой схеме. Нам никаких воинов не надо, мы вообще никого не бережем. А почему? Ну, у нас есть же священники, у нас есть, как они называют, корпус отцов, есть у нас, они должны, по идее, всех научить. А их нет, как нет, они сидят все в церквях. А в разговоре идет здесь о чем? О спасении язычников. Для чего нужно было Аврааму возносить Исаака на этот жертвенник? Он чуть с ума не сошел, мужик. Замнес нож уже и поразил бы его, как бы он потом переживал, да как бы Господь его там не прощал, только духом, святым можно было это исправить. Он бы сколько переживал своего сына зарезать, но Господь явил свою милость. И вот начинается воинство Христова отсюда, Авраама хранит Господь, Авраама хранит Господь. Для чего? Авраама мало оказывается. Нужна еще целая семейственность. Для чего? Чтобы всех людей спасти Бог делает. Всех. Не мог он вот сделать одного Авраама, от него как полыхнуло и раз все верующие. И даже более того, Господь пришел сам уже, Иисус Христос пришел на землю. Еще нету двенадцати апостолов, он еще никого не сделал христианами, Господь. Слово еще никого не очистило. Никого еще нету. Вот до какой степени тяжело сделать настоящего воина в истине. Как было тяжело сделать. Для чего? Чтобы спаслись не просто многие, а Господь говорит, я пришел, чтобы все спаслись и в разум истинно пришли. Ему вот что нужно было сделать. Поэтому мы сейчас когда смотрим со стороны на Священное Писание и видим, Господи, а ты лукавил же, ну как можно спасти всех? Как всех ты решил спасти? А что ты до этого сделал? Смотрите, я что сделал. Я провел народ вот так по всем землям этой вселенной, где людей было больше всего. Я заводил их в такие места, где их учил, чтобы они учились в пустыне. Потом выводил их на просторы, там где много было людей, этих язычников. Я их посылал через эти страны напролом. Посылал мирным путем. Посылал детей отдельно, мужей. Оставлял там полнарода, там полнарода. Для чего? Чтобы язычники познакомились с законом Божиим и увидели, что ничего страшного нет в нем. Что можно принимать этот образ, в котором живут иудеи. А как пугали, как баптистами нас пугали, пейсятниками, вспомните, в советское время. Детей жрут, кровь пьют. И сейчас это продолжается, вот пожалуйста, на Игнат Тихоновича. Опять какие-то аватарки, какую-то... Откуда это все? Это сатана, он не хочет, чтобы люди спасались. А могут спастись, оказывается. Вот тетя Алла лежит в больнице, идет с Евангелями, по палатам уже Евангелие есть, люди тяжело берут. Сердце скорбит, Господь дальше открывает поприще, дает сказать слово, уже раз, глядишь, там-там взяли. И мы это на себе чувствуем. Вот выгнали нас от этого, от Мариера, отогнали все. Казалось, только около этой Мариера как бы у нас все. Вышел здоровенный мужик, детина, прогнал. Ну мы пошли дальше, ну с христианами чего мы будем биться. Пошли в другое место, Господь обильно дает. Раздаем, вообще Евангелия нету, все. Теперь надо молиться, чтобы Господь опять Евангелие нам дал. Для чего все это? Чтобы распространить, как можно больше слова высеять, через других людей. Нет, не через кого больше сеять, как через воинов этих, сохраненных. Вот надо еще молиться, для кого, чтобы знание, наконец-то какое-то пришло к нашим иерархам хранить верных мужей, верных чад. Но я имею ввиду и сестер здесь, конечно. Как бы их еще воспитать-то? шестой стих. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Толкованием. Тайна состоит в том, что язычники стали сонаследниками и соучастниками обетования Израилева. Ибо израилетяне участвовали в обетовании как народ святой. И язычники, доселе нечистые, стали участниками с ними того же обетования. Но каким образом? Во Христе. То есть, через веру во Христа, которая дошла до них через благовестие и не удовольствовался названием сонаследниками и сопричастниками. Но, чтобы показать большую близость и единение, назвал составляющими одно тело. Ибо язычники со святыми израильтянами составили одно тело, управляемое единой главой Христом. Можно? Это вспомним Раван блудницу, вспомним Наимень, которая ушла к Моавитским полям, а оттуда пришла с Руфью и на племенной. Вспомним Нейманова и начальника сирийского, которого девчонка еврейская подсказала, что пророк есть, который может спасти от проказы. Девчоночка спасла. То есть всегда было научение у евреев для чего? Чтоб где-то это в зеленом проклюнулось. У нас это же до такой степени все какая-то нравственность, Где наш любящий Христос? Он любит нас по-настоящему. Почему никто не говорит об этом прямо и вслух везде? Почему у баптистов говорят, у нас нет? Ему прям зависть берет. У нас нравственность какая-то нравственность, нравственность. Вот они идут эти нравственные, как роботы какие-то, вот эти семинаристы, видим, девчонки эти, вырвались только на свободу, как раздуло их все. Пар, никого не осталось. Почему они не идут и не подходят к людям, не беседуют? Ведь это молодежь. Устами блонденцы глаголят истина. Научите их сразу. Нет, ты что, у тебя борода начала семинаристу? Брейся, епископ ходит, почему не бритый? Брейся. И они, семинаристы, бреются, потому что епископ говорит, бриться в семинарии, там, где они учатся на священников. Ну, где это видано такое? Откуда понимается нравственность и благочестие? Оно от любви к Слову Божьему появится. А почему? Потому что только со Словом Божьим можно идти дальше к этим людям, которые ничего не знают. А то, если сидеть, ждать чего-то там еще в церкви, что кто-то придет там, а вот приходите сами, а вот там вы что, не идете к нам, мы же вас ждем, глядите, какой храм построили огромный. Это не написано в Слове Божьем. Другое написано. Идите и научите по изгородям, переулкам. Ко всем подходите. Седьмой стих. Которого служителям сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Речь идет о благовествовании. Постал правил сделал служителям благовествования по благодати Божией. И еще и силы толкования. Я стал служителем всего благовествования и нахожусь в вузах ради Него, ради Христа. Большой буквы. Но это не мое дело, а дар Божественной благодати, которая дана мне не просто и не скудно, но обильно и щедро, как свойственно давать всесильному Богу. Или же так, как Он даровал мне это служение, то снабдил меня и силой. Ибо бесполезно достоинство, если не соединена с Ним сила. Три вещи нам нужно вносить в служение. Душу, готовную на опасности, мудрость и разум, и жизнь беспорочную. А Божье дело давать силу, через которую все это стало бы действительным. Пример. Игнать Тихонович, можете привести? Восьмой стих. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Толкование. Намереваясь говорит о величии и божественной благодати, смотри, с каким смирением говорит Он о себе. Ибо после столь славных деяний Он называет себя самым меньшим, не между апостолами, а между всеми святыми, то есть верующими. И это как выражение смирения выше слов. Я не достоин называться апостолом. Читаем в первом послании Коринфянам 15 главе 9 стихе. Какая благодать говорит мне дана благовествовать язычникам, ибо другие были посланы к обрезанным, а он к язычникам, потому что имеет нужду в благодати, что наименьшему верено было наибольшее, но получив повеление обратить к Евангелию худших язычников, через это становится великим, хотя и казался малым. так, это дело принадлежит благодати, если же богатство Христово остается неисследованным даже и после его явления, то ни тем ли более неисследима сущность его, так же после этого Евномий хвалился постигнуть ее сущность Божьей. Продолжаем. Девятый стих. И открыть всем, в чем стоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Толкование. Что призваны будут язычники, это может быть знали духом и пророки и ангелы. Но чтобы они были призваны и таким призваны к таким благам, что даже воссесть на престоле Божьем, кто мог всего ожидать? Посему он и называет это тайной, сокровенной в Боге от веков, то есть издавна от начала. Ибо неизреченно это смотрение и одному ему Богу ведомо. Прекрасно напомнило сотворение сотворил говорит все Бог через Христа. Ибо без Него говорит ничто не начало быть. Читаем Евангелие от Ана 1 главе в 3 стихе. И это через Него открывает. Идем дальше. Добавите что-нибудь? Нет. Десятый стих. Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Толкование. Ни горние начала и власти ни дольные не знали тайны прославления язычников. Ибо и ангелы и архангелы знали только то, что Израиль был уделом Господа и народом его. И Гавриил также знал только то, что он Мессия спасет народ свой от его грехов. А что и язычники достигнут такой чести это узнали теперь и горние и дольние силы через церковь. То есть через благодеяния оказанные нам. Ибо благодеяния к нам были для них учителями мудрости Божьей. И называет премудрость не просто различной, но многоразличной, указывая на ее особенное превосходство и непростижимость. И Григорий Низкий говорит, что прежде вочеловечения небесные силы просто знали божественную мудрость именно так, как он сотворил все единое своей волею, то они признавали его могущественным и так, как все сохранял своим мудрым промыслом, то считали мудрым промыслителем. И в этом нет ничего разнообразного, то есть чтобы иное было и иное, что он соделал. Но по воплощении Бога слово из противоположного возникает противоположное. Из смерти жизнь, из немощи сила, из бесчестия слава и из всего, казалось бы, низкого благоприличное. Таким-то образом стало ведомо многоразличная премудрость и сила Божия небесным силам. Ибо когда мы узнали, тогда и они через нас видя, каких благ удостоена церковь и через нее приходя к познанию. Идем дальше. по предвечному 11 стих 3 главы по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Толкование. Хотя теперь только поздно наговорит мудрость того, что совершилось с нами, но оно издревле было предопределено по предвечному определению, то есть по предведению будущих веков. Ибо Бог знал будущее и таким образом предопределил. Выражение, которое Он исполнил во Христе Иисусе относится к мудрости или к домостроительству, которое совершил Отец через Сына. А Златоуст, читая вместо «Которое исполнил, который сотворил» говорит, что веки, то есть века, время, премудрость, и драк, Бог сотворил или исполнил через Сына. Двенадцатый стих. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Толкование, что все через Христа произошло, это видно, говорит, из того, что Он есть Тот, Который привел нас. Однако, не как пленники мы приведены, и не как грешники, но имеем дерзновение, и не просто, а с надеждой и упованием. Откуда же нам это? От веры, говорит, она, освободив от грехов, вложила в нас дерзновение и упование. Хотелось тут несколько стихов об этом говорить. Ну, а что дальше-то произошло? Мы говорим о Ветхом Завете, то есть воины-то нужны Господу, для того, чтобы распространять дальше Слово Его. А оказывается, Слово не просто так распространяется. Оно не вмещается и все в человека. И что нужно сделать? Господь принимает все попытки. Это мы опять смотрим как бы со стороны. Господь все сделал или не все? Господь сделал все. Посылает народы, посылает отдельных людей в рабство, уже там целый народ. Народ, миллионы людей в рабстве. И все исполняют закон Господень. Исполняют вот эти вот обеты всякие исполняют, сидят и в этот момент что они делают? Они одновременно почти, я так понимаю, вопль говорит их, дошел до меня, говорит Господь. От рабства, от этого, от этих забот. То есть они должны помогать другим людям идти к Господу, чтобы они исполняли эти же заветы Божьи. А они не исполняют. Почему? Они в рабстве находятся сами все. Они же не только еще кричали от того, что им тяжело, они же еще и понимали, оказывается, по Моисеям, видимо, Арону и Мариам, и там еще старейшины были, эти 72-то, которых выбрали пророка Господь, Елдат и Мадат среди них, что они думали о других в этот момент еще людях, что а как язычники, как они же видят, что они под рабством находятся. А да какой ваш Бог, он вас и не спасает. И вдруг такое чудо, такой прорыв, такое спасение великое. И вокруг как все затрепетали, и только подходят к Моамитянам, Моамитяне уже дрожат, подходят к Аманитянам, они уже дрожат. Да там ничего себе, такой народ идет, там через море провел, как по суше, открыл дно морское, там глубина десятки метров, и они прошли. И они это знали прям впрямую уже. И что? Ну и отсюда конечно обращение идет. Но и этого не хватает. Прям уже чудо перед глазами людей не хватает. И тогда Господь посылает Сына Свою единородного. Потому что иначе, примером своим Господним, иначе нельзя было родить истинных воинов, которые могли очистить через слово, и увидеть эту жизнь, вот прям реально. А мы видим еще апостолы, Господь говорит о том, что какие будут скорби, и ему надлежит быть убитым, а они как его не слышат, они не говорили, ни разу не спросили, Господи, а ты вот сказал, что тебе надлежит быть убитым, а как убитым-то? И мы не видим, нигде не спрашивают. Они как будто не замечают этого, вот как будто не хотят этого знать. Ну почему? Но так Господь сделал. Для того, чтобы они до конца увидели жизнь Господа Иисуса Христа рядом с собой, что он все прошел, все. И когда он эти слова произносил, ему было горько, ему надо было их еще произносить из такой интонации, в такое время, чтобы это было не как похвальба какая-то, или еще что-нибудь. Это все нужно было вымерить. И чтобы потом они когда это вспомнили, они легли ко за жизнь вот эту святую. И нам это все передали. И мы точно так же в конечном итоге могли как истинные воины Христовые лечь за все эти слова, за Господа нашего Иисуса Христа. Под топор или под нож, под что там мусульмане кладут. А они еще смотрят, когда горло режут. Хорошо режется, как баран или как плохой режется. О, это хороший воин, а этот вот трус там еще выбирают эти. Кто вкладывает это все? Сатана, он везде рядом, он ходит и выискивает. Есть христиане или нету? И он знает сейчас, что есть. Мы они или нет, вот что дело. Тринадцатый стих. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Толкование. Потому что велика тайна вашего звания и великое дело мне вверено именно проповедь к вам и необходимо мне подвернуться узам и терпеть зло от непонимающих тайну и сопротивляющихся ей. посему умоляю вас не унывайте, то есть не страшитесь и не смущайтесь, как будто происходит что-то странное, ибо слава ваша в том, более и состоит, что Бог так возлюбил вас, что не только сына своего отдал за вас, но и нас, рабов своих, ради вашей пользы подверг опасностям и узам. если если же мои скорби служат к вашей славе, то гораздо больше вы прославитесь через собственные скорби, посему даже если бы и сами вы подверглись скорбям, не падайте духом. сейчас апостол Павел говорит про узы, я понял случай, что с нами произошло, это на Благовестие, когда мы ходили по Ленинскому, когда к нам брат Михаил Кальмаев приезжал из Кеновской области, и нас кто-то вызвал патруль полицейских на нас, вроде ходят бородатые, что-то распространяет, какой-то ужасный велик, перед этим мы прошли Никольский как раз храм, может даже оттуда было дело, там у него все эти паспортные данные видимо взяли, а он уехал на следующий день, и вот меня давай в полицию вызывать, тогда Игнать Ильич тоже говорил, что не стоит, тогда у меня с работы вот брата Игоря забрали тоже, то есть то, что Господь так устраивает путь интересный, апостол Павел сидит в узах и там обращает, как вот например, Анисим был обращенный у Филимона раб, который сбежал там, что-то у него украл, и апостол Павел в узах его обратил, и потом говорит, возвращает тебя обратно, чтобы он ты произвольно его отпустил, вроде как, уже никак раба, для тебя с тобой вместе в Благовестане участвовали, и точно так же здесь, как бы вот, вот, как произошло, у меня Игоря работал домом на дому, приехали два этих полицейских, один нашел, он узнал адрес, где я работаю, забрал меня, то есть, я к чему говорю, что, например, машина мы садился, он некоторые вопросы начал задавать, я говорю, он говорит, почему вы ходите по улицам, мы благовестны, мы Христе, он такой, как раз поехали, тронулись, он такой, ну ладно, давай, рассказывай, я сел, так было удобней, давай, рассказывай, о чем там вы благовестствуете, то есть, даже не придумаешь, как Господь устраивает все эти пути, вот, казалось бы, мне там и печалится, там, что угодно, можем было бы, а тут раз, Господь делал такое свидетельство интересное, и таких жизней-то сколько было случаев, рублю дрова, раз себе палец перерубил колуном, что делать, поехал в нашу деревенскую, это, как сказать, где я перевязываю, там закрыто на два часа, поехал в районный, это, город, приехал туда, мне операцию там это сделал, хирург, ледокину обколол, все, раз сразу в палату меня посадили, я говорю, с больных пальцем, я же хотел еще дрова даже доехать, доколоть в этот же день, а меня раз и на 10 дней положили туда, и прямо в палату, а там один парень, где-то с моих годов, он примерно, и он так меня сперва не взлюбил, так даже иногда на мной пошире, это и бог там на меня, все, а потом я с ним разговаривался, молился о нем, с ним разговаривался и все, начал говорить уже о Христе, то есть Господь такими путями ведет, сам даже никогда не придумаешь, не отдумаешь этот путь, вот такие я там рискнулся. Зависовки жизневые. 14 и 15 стихи Для сего преклоняю колени мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Толкование. Так как вы удостоились такой любви и непостижимы те блага, которые вы получили и которые еще получите в будущем, то я молю, говорит, чтобы дарована вам была благодать вселившегося в вас Христа. Благодать постигнуть это и познать насколько вы возлюблены. А что моя мольба напряженная означает словами преклоняю колени мои. От Верховного Отца говорит всякое Отечество на земле. Племена называют Отечественными, получившие такое название от имени Отцов. На небесах же, так как там никто ни от кого не рождается. Отечествами обозначает отдельные сонмы, то есть и горние, и дольние чины он сотворил. И от него большую букву произошли те, которые именуются Отцами. отцами. Которого именуются всякое Отечество на небесах на небесах. Отцами, святые. Святые Отцы. Он Бога, наверное, и отец. Бог Отец. И от него все Отцы. Ну кто всех? Мученики, Бога. Алва-Отче. Что значит? Что значит Алва-Отче, Игнать Тихонович? Отец всех Отцов. Отец всех Отцов. Это сирское слово. Надо же. Актуально сейчас сирское. Ну что ты? 16-18 стихи. Что, никаких вопросов у тебя там нет? Папа, ну, нет, что есть? Ну что вы? Ну, каких Отцов-то? Вопрос задан. Духовных. Духоносных. Отцов. Отвечай. Ну, Духа. Не называйтесь Отцами. Отвечай сразу. Я вопрос задаю. Говорю, у тебя вопрос есть? Нет. Я задаю вопрос. Опять я же отвечаю. Ну, кто-то, давайте немножко. Ну, я тебя не понял. Ну, как? Ну, Отцов? Каких Отцов? Я спросил. Ну, каких Отцов? У тебя вопроса нет. У меня вопрос. Каких Отцов-то? Которые уже на небе Отцов или которые здесь на земле Отцы? Или те и другие? Или они идут по порядку? Здесь рождаются Отцы, ну, Отцами. А потом уходят на небеса тоже Отцами. Не называйте никого Отцом, написано. А здесь вот носа в Волочи. Отец Отцов. Вот почему-то сектанты очень не любят, когда говорят, святые отцы. Вот на счетшем говорит, ну, это вот братья наши там, святые. А, ну, да, понимаем. Святые Отцы сказал, как заерепенятся, как зарастопорщатся, как ежепроны какие-то. Не разговаривать ничего нельзя. Сказал, братья, сразу раз все. Ну, написано, не называйте никого. А, это что? А вот, гляди. Отцов еще, не просто там одного. Целых Отцов, а Волочи тоже. Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И вот здесь толкование, что и на земле, и на небесах. Вот. И на небесах отцы, и на земле отцы. А отцы, это тот, кто родил. Я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Надо записать это место еще для сектантов. В истине благовествованием. Молитесь в духе и истине. Вы, говорит, не в духе. А про истину уже не говорят. А вы не в истине, можно так сказать. Надо и в духе, и в истине. На иконы молятся, значит, не в духе. А мы, вот, без икон, мы в духе. Здорово живешь. Давайте разбираться, в истине или не в истине. У вас отцы, вы не в духе. А у нас нет отцов, мы в духе. Так же, они говорят. Да. А тут вот целых отцов, еще написано. Бог отцов. Отцы это те, которые родили и так идет до нашего поколения. Вспоминайте наставников ваших. Они наставниками называются еще. Еще взирая на кончину их жизни, то подражайте вере их. Верей. Не, ну давайте тут тоже подумать надо. Сразу на кончину их жизни. А вот по жизни они живут. Давайте на них не смотреть. Давайте по боку тут кое-кого. Что это такое? Давайте, чтобы сначала помер. А потом мы уж посмотрим тогда, да? Прожил или нет. Нет уж. Давайте сначала ввести до конца уже, смотреть. Раз ты живешь с этим человеком рядом, и он ведет жизнь святаго, богодухновенного мужа. То и подражай, насколько возможно. А то так ждать, когда он помрет. Это знаешь, никаких твоих жизней не хватит. Или где? Будем искать сначала помоложе, богодухоносного, чтобы он не помер сразу. Потом постарее, постарее, да? А потом ты уж такой старик, и рядом нужно искать старикашку какого-то, который завтра умрет, чтобы и ты тоже такой же был. Ну, Господь сказал по плодам моих учеников знает. То есть, смотря вот этого именно духовного учитель, именно смотреть на его плоды, как он? И тогда уже подражать его вере, если они согласны Слову Божьему. Есть еще лахмусовая бумажка, простите за выражение. Это любовь друг к другу написано. Да любите друг друга, и в том будут узнавать учеников моих, если любовь будет между вами. Вот она в чем дело. Вот сегодня сестра встала и начала говорить о любви. Вот, как говорится, ее хоть сейчас в гроб ложи, к стенке ставь, а на других слов не скажет. Вот в чем дело. Вот так вот она, и открывается домостроительство тайн вот Божьих. А тайна-то в чем? Тайн очень много. Тайна в чем? В том, что, почему Господь не смог человеку передать чистоту Слова Своего до конца, чтобы он так ее принял, что не нужно было Иисуса Христа, не нужно было утешителя. А нет, понадобился. Где находится этот самый Дух Господень в нас? Как он находится? Как приходит? Господь говорит, не узнаете никогда. Опять же, тайна. Почему мы без него не можем? А не можем. Мы даже молиться не знаем о чем. Он за нас воздыханием неизвеченными молится. И вдруг нам какие-то сновидения, какие-то пересекаются пути с кем-то, и мы как прозреваем, и мы как заново рождаемся. И ты понимаешь, сдрогнул, а я тут согрешил, покаялся вовремя, а я тут не поблагодарил. Здесь не было словословия. Вот как у нас это возникло. Ну, у Игнатия, слава Богу, возникло, а мы подхватили. И все почувствовали, ну, многие, я думаю, почти все почувствовали, как это правильно. Я не знаю, как там, кто почувствует, но здесь, когда первый раз мы молились, благодарю Тебя, Господи, Боже мой, славословили, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Я не знаю, но сердцу чуть не выпрыгивало, сейчас как-то уже успокоилось, а тогда думаю, ну, почему мы не поняли, что надо все до конца было привести. Ну, да, это каялся, это святый критский наш подвижник, да, каялся, но до конца грешил, как, поэтому и каялся. Ну, не успел, может быть святый муж до конца, как говорится, поблагодарить Господа, но за него кто-то должен был это сделать. Слава Богу, что здесь сделали. И вообще, вот через все это, как бы Господь, может быть, и вот эту всю полноту тайны своей откроет нам. И дальше передача-то еще идет, вы понимаете, нашим чадам, которые должны подхватить вперед идти. Вон, Игна Тихоновичу было открыто, он говорит, в пять лет уже он понимал, что он верующий. Ну, я вообще не понимаю, как это. Дай Бог, чтобы таких чад было как можно больше. Ну, не может быть, конечно, такого инкубатора, это ясно, но однако, слушать такие слова, примеры жизни, и чтоб кто-то не воспламенился, да, я не верю, что Господь не откроет просто кому-то. Не верю. Должен открыть. Я просто знаю свою жизнь, уж какой я был коммунист, говорится, красный до самых пяток. открыл Господь познание эти истины. Комиссар. Комиссар. Где бы мы были, если бы не уверен. Я белогвардейский поручик. Шестнадцатый, восемнадцатый стихи. Додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Толкование. Чего же я молю для вас? Додаст вам Бог, богатый и желающий прославления имени своего, утвердиться в борьбе с искушениями, так, чтобы не только не смущаться ими, но и переносить их. И не довольствуется выражением утвердиться, но прибавляет крепко, прося изобильных для них благ. Как же утвердиться? Духом его, ибо он, большой буквы, есть подающий крепость, как и Исаия называет его духом крепости. И не только утвердиться, но гораздо более и сильнее вселиться Христу в сердца ваши, не на поверх ности, а в глубине. Каким же образом? Верою, ибо в верных сердцах обитает Христос, и приходя с Отцом, не творя в них обитель, как он и предсказал. Читаем Евангелие Атана, 14 глава, 23 стих. А этого вы достигнете, когда укоренитесь в любви его, и не будете колебаться и смущаться. Итак, апостол испрашивает для них двух благ, чтобы они укрепились духом, и чтобы вселился Христос в сердца их. Или же, чтобы вы, говорит, утвердились, и стали достойными того, чтобы вселился Христос в сердца ваших. О чем вначале он молился, чтобы дан был им дух премудрости и откровения к познанию того, в чем состоит упование, звание их и прочее. То и теперь, говорит, чтобы вы могли постигнуть со всеми верующими тайну совершенного ради вас. завершен буквы. Она столь велика, что простирается по всем направлениям. Посему я описал ее внешними чертами, предписывая ей и вверх, и вниз, и боковые стороны. Ибо, говорит, предписывая ей вверх, и низ, ибо, хотя я и объяснял, невозможно из моих слов понять это в достаточной мере, но только через Духа Святого. Не иначе вы можете постигнуть это, как получив подкрепление от Духа. Ибо нужна великая крепость, и если не встретится в вас Христос, мы ничего не в состоянии сделать. Григорий Женицкий говорит, что широтой, долготой и глубиной и высотой обозначается крест. Посему апостол молится за эфесян, чтобы они могли постичь тайну креста. Ибо все домостроительство им объемлется и самое важное в нем крест, в котором особенно проявляется любовь Божия, как и Господь говорит. Читаем Евангелие Атана 4.12. Посему и Павел указывает на эту любовь. 19. И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией Божией. Толкование. И да возможно говорит познать любовь Христову превышающую всякое разумение. Как же мы познаем ее, когда она превышает всякое понимание? Во-первых, он сказал, что любовь превосходит понимание, конечно, человеческое, а вы не человеческой мыслью, но духом познаете ее. Платон не то он сказал, что познаете точную меру ее, но то именно, что она велика и превышает всякое понимание. Съем или познать вам духом? И кто же говорит, не знает всего? Все. И те, которые ропщут на обыденную действительность, и те, которые отдают предпочтение мамоне пред Бога. Так как если бы познали ее, мы и на провидение не роптали бы, и к настоящему не были бы привержены, отступив от Бога, так нас возлюбившего. Заметь также, если любовь его превышает всякое понимание, насколько же более существо его. Двояко это понимали. Или да познаете говорит, что в Отце Сыне и Святом Духе приемлет от нас Бог поклонения. Потому что это составляет полноту Бога троичность. Или же исполнитесь говорит всякой добродетели, которой исполнен Бог. Но лучше думаю понимать таким образом будьте совершенны во всем по образу Божия совершенства, познавая насколько возможно все божественное. Конец исполкования. 20 стих 21. А тому действующую нас силой может сделать несравненно больше всего чего мы просим или о чем помышляем тому слава в церкви во Христе и во все роды от века и до века. Аминь. толкование я прошу но он и больше чем заключается мои молитвы сделает ибо не только все чего кто просит но и больше он может сделать и несравненно больше то есть щедро и с избытком и вдвойне избыток указывает несравненно и больше ибо возможно сделать и более просимого но не несравненно что значит щедро и с избытком но Бог может и то и другое как он и действительно возмог и совершил в нас великое и необычайное усыновив враждебных ему язычников так что уже из того что он совершил для нас ясно и то что сказано и справедливо заканчивает речь словословием прославляя благодетеля и вместе с тем показывая величие совершенного для нас ибо не удивлялся бы если бы не даровал Бог столько сколько нужно для возбуждения удивления и прославления не просто так же говорит тому слава но во Христе Иисусе ибо подлинно никто не может и прославить Бога как только благодатью и силой Христовой и он подает нам дар прославления и научает как сие совершить церкви слава Божия и справедлива потому что она пребывает непрестанно и врата ада не одареет ее Матвей 16 18 посему и слава слове это будет вечно конец толкования 3 главы Евангелия посланник христиан посланник христиан вопрос можно задать вопрос славословие вечное это литургия нет это эпидитургия то есть это славословие нам позволяет славословить дар Христов о благодати мы можем славословить Христа таким образом ну вот священники каждый день литургия у них и по нескольку еще литургии но я так понимаю что если в церкви в одной служило допустим 10 священников 12 они бы разделили просто день и служили бы каждые ну там два часа литургию как раз и сутки получалось бы 12 литургий вот славословие целыми кругами ну а что ну просто нету их по 12 священников но я думаю они бы так делали но есть же у нас по Курцкому соборе 4 литургии подряд идут 3 в Никольском а так 2 обычно Игнать Ильич как вы считаете к славословию можно это отнести к славословию все где мы идем что видим мы смотри чуть-чуть задумываемся об этом самое маленькое что нас окружает оно день начало свалять творца насколько все премудро что в этом столе какие-то атомы молекул росло дерево холодное положено печку жар из него идет а почему оно набрало тепло и солнце и оно было сохранено ты копаешься куда ни глянь я уж не говорю человек все даже не живое поэтому просто ты хороший человек ну два раза сказать ты хороший ангелы хирургий серофим день и ночь миллионы лет одно повторяет свят 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 господь цову богу это надо а они видимо не могут не удержать со разумея все больше и больше а конца никогда не будет почему говорится если бы все написать саму милу не вместить книг как вместить а как эта встреча произошла а вот с кем встреча произошла у него сколько там было событий там сочленение откуда-то родство захватывает это такие ответвления этих веточек конца нет и поэтому словословие наполнено вся жизнь мы ее не слышим мы глухие я первый раз услышал новые какие-то открытия были космическом плане особенно в три часа ночи примерно какие-то на высоте примерно 430 километров это уже явно космос слышно органные трубы трубы органа орган это очень сложный инструмент это духовой оркестр трубы и они там звучат мне никто не говорил никто не спрашивал я и подумал это молитва святых об этом написано это молитва святых чаши фемиам идет он видит дым идет как у нас ладан положил а ангел объясняет ему святой человек это молитва святых и вот эти все звуки мы не слышим мы огрубели и не слышим а ведь есть люди которые слышат вот у меня отец рассказывал у них в Рязанской области он один остался без отца мальчишка совсем молоденький лет 12 уже пахал некому больше и вот видно соседи видят лошадь ходит пасется и его нет наконец подошли к нему а он лежит и он глазами это хлопают и да сейчас сразу спать можно а я не спал а что такое и говорит но матери сказал приходит одна женщина она какая-то не такая как все и она со мной разговаривает вот Фатима а здесь другое и она меня учит молитвам один раз заметили та же лошадь подошли а у мертвых бородили бородили ну его как сын вдовы наинской понесли в храме был и встал прямо в гробе и первые слова которые он стал говорит ребенок вот как в фильме Еремия когда он начинает говорить обещают царя храм господен храм господен храм господен я все смету бог говорит вот бог отступил я уже слышу шум копыт ассирийский царь идет один он пророчествует пророчествует он первым начал священника обличать ребенок а вы поносите кого-то зачем поносить он видит что не то и стал что он не учит народ народ разгрелся то есть чисто пророческий глаз из гроба раздался и остался жить и вот с матерью идут на пасху а он не может у тебя ведь видите что там мать то видит он беспокоится что ты так это я не могу вам сказать вот такое и однажды он матери сказал мне сказано было что я не говорил я не могу это уже больше так мама такое пение на небе идет христос воскрес это ангелы поют и когда сказал перестал слышать ему нельзя было ему было сказано что он три раза женится и вот так и было первая она вскоре вторая еще не знаю что-то случилось отряд слеп еще раз слеп слепой по старости и вот сегодня всякого предсказано было и что значит словословие мы не слышим вот эти органные трубы играют даже скворца обыкновенного слушаешь и говорят у него второе там где-то горлышко трепещится пение на другой волне которое нам не слышно и то пение даже намного красивее чем это пение в обыкновенной пташке мы не слышим вот это я его спрашивал записано Тамара умного в которой голову отвезли она была там ну как жена похитивая и она одна женская прошу расскажи как ты сон видела в реку так вот опустилась а репки плавает она верующая верующая и прям все у нее на алтарь божий положено она говорит рыбки а вы знаете что есть творец они говорят знаю знаю а говорить не могу ну и стали спрашивать дальше а ласточки поют ласточки вы верующие вот они у нас все верующие неверующих ни одного нету ласточки с воробьями разговаривали для них у нас почти все неверующие может есть немножко верующие а собак стала спрашивать у нас никого нету все как псы собак нет верующих они колотятся там опять пожуют у тебя порвут это сон но в этом столько заложено столько заложено обыкновенная вот волосинка да их сколько падает ее рассматривает микроскоп электроны в 300 тысяч раз увеличивает это вот такое вот дерево и там такие извилины там такие переплетения одна волосинка одна там ничего нету и поэтому мы этого познать не можем естественно я не могу удивляться человеку который знает не то что бога моего а несравненно больше это это недосягаемо для меня даже ну игород может не удивляться это никак не может удивляться это другая совсем сфера влияния и он слышит как и внял я небо содрогание и горьих ангелов полет и гад земных подводный ход и дольная лоза прозябания и он кустам моим приник и вырвал грешный мой язык и прознословный и лукавый и дальше что вложил сердце это стихотворение превышает разум оно одно у него такое и вдруг написали и внял пение там серопимов а у меня спрашивают полковник и говорит он газету получил сегодня и говорит это Пушкин сказал а что это такое я ему поясняю на каждом слове останавливается все библейское и грудь и он мне грудь растек мечом и сердце трепенное вынул и уголь пылающий а в грудь отверстие выдвинул это какой уголь о которой Серафим взял вещами и провел его тыг очищен и поэтому покаяние вырывается от того что человек понимает немощи свою а словословие ничего не надо понимать словословие это просто среда эфир человек плывет слышит и рот раскрыло одно о буддийское орган что делается я все думаю Павел то писал понимал он или не понимал что перед ним за паста такая говорил две тысячи лет две тысячи лет разгады толкование пишет а кому писал то понимаешь ну на все на все как только не погляди премудрость невиданная а кому а кому писал Игнатиныч куда ни возьми везде лжеучителям верили ну почти всем пишет кому верите там блудник там лжеучителя там несмысленные галаты ну а нам бы тоже пришел бы тоже бы написал однозначно апостол Павел открываешь учение в интернете тысячелетнее царство прямо кидаются а ничего не понимают ну а как тогда так растет даже он не может стихом откидывать и оно место другим не соединяется толкование правильно только тогда когда все места писания подтверждают это место и оно это место не противоречит ни одному а не так вырвал тысячелетнее царство ну ты объясни почему что обращает суббота для чего она была дана субботники он и не понимает этого понимает открывается но кем открывается тут вопрос на вопрос считаешь и все время думает только это как называют корифей мысли Павел писал таким людям которые не понимали но он-то понимал может быть письмо сохранится посланник потерял первое корифей потеряно потому что это второе а второе это третье должно быть послание это не кейсом там еще сколько потеряно всего и писал то он ни для одного человека он не мог это не понимать и когда пишешь важное что-то кому-то как-то все время по неволе думаешь и еще кто-то прочитает это еще у нас потеряем с первого года были занятия по воскресеньям не вот так а тематические по теме до первого занятия была вода ну что вода в колодце выпил да и пошел проходит маленькое время опять вылил и пошел но не так и я сейчас а это 123 беседы записывал Игорь Барабаш он один был магнитопон маленький такой так она не было он не записывал каждый подложитель больше часа больше часа и они помещены в первой книге вон там лежит по порядку до 6-го тома а в 7-м уже нет вот в один книг 123 я их решил сейчас оживить и мы сегодня вдвоем с Никитой уже два насчитали две темы и они будут выставлены вода и дружба два два занятия две темы это настолько большой материал и что интересно когда у меня была презентация книг 8 книг написанных в Алтаевском государственном техническом университете то пришел на презентацию провектор Семкин Борис Васильевич мне говорила редактор газеты политехник Савалей Савалей Тамара она говорила это самый умный профессор там это не просто занятие какое-то 21 тысяча студентов 18 стран присылают сюда студентов это большой университет и он пришел и он как раз рецензию как сказать давал вставлю все записано потом перепечатано и он как раз берет ценность книг в чем люди это не понимают лежат книги они считают они там верхушки а он в самую глубину в них самый ценный минерал на земле вода и вот он говорит на меня показывает говорит об этом с таким знанием дело а я ничего и не знаю как раз но я беру писание а за библейскими это строками я сокрылся и кажется ой какой там умница а там балда афиновая стоит вот и все это раскладываю вода я насчитал 14 кажется позиций что означает вода вода означает первое аж два второе она означает многие народы и сидит жена на многих водах которая суть народы племена языки и дальше вода означает бесы павшие с неба говорит ты пошел дождь развелись в реке и все перечисляю я беру вместо писания на каждое и он это все ухватил какой умница 8 томов говорит я просчитал советую в каждой библиотеке чтобы эти книги были ну не можете все купить ну хоть как-то а тогда 8 книг было никто не знал что будет про ректор Семкин Борис Васильевич профессор академик и вот он коснулся этой стороны а чего он именно такой еврей я говорю он еврей я не думаю что только из-за того что он еврей и почему он так относился ко мне вот все-таки есть что-то в человеке нас туда допустил не этот не ректор Евстигнеев потом уже к нам так прилип всегда при встрече обнимал целовал преклоняясь мне говорит но Семкин решили они всех выгонять 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 я побежал бибом скорее на остановку и суть не так далеко доехал и в краевую прокуратуру а там не пробьешься народ прокурору края я сказал мне нужно к нему у меня такая связь была мне сразу дверь открыта он видимо сказал я прям сразу сходу к нему побегаю Юрий Федорович документ нужен какой ну в университете что вы нас знаете походотайствует за нас и он написал кажется здесь есть книги где-то его есть на Киосемке чуть не на свет вот так рассматривает начал печатать там это не прокурорский язык он как написал это язык человека который вами восхищается но это другое дело идите занимайтесь мы платили за аренду помещение потом перестали платить а потом мы заканчиваем учиться он сам с дарами к нам стал приходить помнишь сколько он тогда подарил-то что там это вот как Господь делает этому всему-всему надо удивляться разные люди с ними даже не сравнишься в званиях и вдруг Бог их так расположил вот и поэтому то что на меня сейчас это поносит священник это выравнивает весы то они тут говорится захвалили они теперь маленько подравнивают их и разное там в саварбеке-то эти лезут теперь свербят научиться надо удивляться всегда удивляться я должен спаситель нас так возлюбил и я на легкина там в артистах поется это всегда он откроет сборник духов найди там под сумкой найди всегда удивляться я должен вот об этом и говорится это славословие я удивляюсь как ты делаешь и Господи слава тебе мы никогда не знали друг друга никогда ты-то кто такая ты же знаешь какую тебе характеристику давал когда ты была в деревне а потом как все было то и свадьбу сыграли и с ребятишками все это Бог делает я не думаю что все мимо прошло как-то эту лестницу там все было какое я тебе имя дал как было как тебя я учил шторки закрывать сколько раз я не знаю ну раз 10 открыть полностью полностью закрыть помнишь смотри на нее погляди вот она была тут Наташа тогда была и вот как постепенно все это менялось другой это совершенно другой человек она молчит но она знает что я говорю правду и характеристику писала этому удивляться должен поэтому всему-всему в вечности я неустанно буду славить его а вы уверены что спасетесь но меньше я не согласен Бог знает только Алла всегда удивляться я должен знаешь всегда удивляться я должен спаситель нас так возлюбил есть страница есть нашел нужной страницы это не страница Никита это номер песни написано а номер песни да там не в странице ну ну у нас это какой сейчас будет сейчас все быстро 866 ну-ка давай вот вот всегда выделяться должен 866 куда она ушла вот она же была с очками пошла без очков не видит очки а беда красота такая как с ней с Аллой познакомилась из баптистской семьи совершенно из баптистской и вот теперь сколько она уже здесь все это удивительно писать книгу даже на одного человека и них миру не вместить какие связи какие слова повлияли а теперь какие на меня слова повлияли такие а кто сказал а кто он такой про него надо рассказать а тот говорит это все а как я до этого дошел ты понимаешь какие отростки идут от этого 866 это песня возрождения вот когда к этому дойдешь это совершенно другая ступень поэтому все остальное где-то далекое далекое и ты за все за все будешь богославить за все одна мне вчера так польстила там я выставил фотографии у меня они такие фотографии давнейшие там лиловое пятно разлилось как Горбачев пишет а Сергей ничего не говоря козлов парализованный это такая редкий такой кто умеет он ее так отрихтовал все эти пятна убрал разгладил она ну она фотография она и есть фотография моя это я во флоте без козырки стою и одна женщина говорит ой какой вы красивый никогда об этом не думаешь а у Бога все вымерено куда взяли как было и вдруг Сергей парализованный и сделался таким другом близким и никто его не просил он это сделал и вторую отрихтовал мне 23 года когда я обратился посмотри в моем мире зайдешь и там я вернусь видела это Бог делает так и эти люди тоже биографии имеют как они пришли как наши пути сошлись вот это славословие слава слава Христу за все слава Богу за все что я знаю и чего не знаю что слышал и что на ум не приходило ну-ка попробуй никак а что там а я слышал а не знаю всегда удивляться нет не могу захватить нет нет другой раз ну прочитай я не знаю всегда удивляться я должен христиан 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 от ангела от Бога не сходит Христа чтобы подкреплять в борьбе гевсиманской суровой где я должен был страдать когда я на небе пребуду и славу Христа узрю о том что он грешников любит на небе я гимн спою нет не изучали все удивительно вот это славословие удивление удивление если только его повернешь откуда оно у тебя сразу аллилуйя будет аллилуйя слава тебе Божий наш аллилуйя означает это третья ступень ангельская она у нас затушеванная но мы ее все время соприкасаясь с ней трогаем как струны какие-то и удивляемся и отшатываемся от тайны я ничего не понял а на самом деле полноте не дано понять но ты понял то что это высоко чудно и у этого чудного есть автор есть создатель ведь у Бога есть именно создатель но он же есть еще и зиждитель зиждитель я сейчас могу ошибиться название будто бы Исаак Ньютон чуть ли не с венгерским каким-то ученым Текеле или как его звать дружили то и тот говорит ну вот как высчитали ход этих идет планет и прочее ну ведь они же тормозится все равно как-то как часы то это правильно ну а как они тогда на месте ну значит часовщик с большой буквы время от времени часы подводит вот и все он подводит 1 секунда 1 секунда 300 тысяч километров свет летит сейчас обнаружили планету вот это 9 миллиардов лет до нее свет летит 9 миллиардов лет а за ними что а за ним там еще 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 летит продолжает вот это значит третья ступень а когда что все из этой и человек нарушил этот порядок и окончательно испортил творение и Бог посылает сына самое драгоценное все замолкает природа молкает и падает это вот надо все увидеть и понимать что ты делаешь когда это разрушаешь люди которые ну пошли другим путем не библейским то они же ничего этого не знают он думает там что-то сделал сказал и это Бог за это да Бог вот от этого еще что-то сделал или сказал это все как подтверждение что ты верующий делами никто не спасается никакая плоть сколько добрых людей добрых-то полно у буддистов такие они добрые червячки они задавят если дождь прошел и монахи идут прогуляться по дорожке у них с тобой кисточка длинная и он кисточкой пили чтобы червячка не раздавить никакого они ни рыбу ничего не едят это не вегетарианцы а ты-то должен смотреть дальше этих хороших воду будет много кто не омыт кровью Христа вот это означает мы окончательно испорченное творение должны стать другими другими а человек себя может да никак он не может он в трясине утонул и себя за волосы пытается поднять как ты надо чтобы кто-то его вытащил а кто ты среди океана тонешь и только с неба вот эта пронзенная пробитая рука опускается и так и картинка нарисована и он тебя берет и вытягивает и человек и человек там буря разбитая корабль он плывет я его воной подкинул и крест стоит он так руки раскинул на перекладину креста руки захватил и все ну вот где спасение спасение где такие редкие редкие картинки хорошие картинки они были сделаны в виде открыток и они мне попали от умирающей бабушки мы ухаживали за ней латышка но они в одном экземпляге а там баптистов какая-то фамилия такая была наяр и у него дочка где-то маленько постарше меня и она говорит а я могу сделать дайте мне я так опасался ну дал я дал а она а она сотрудничала с КГБ она их сразу не дала все я так только запомню некоторые видел после этого человек плывет на лодке один сидит и рядом во всю лодку гроб гроб этот гроб везет вот так ну как бы а другое так там где-то небо и вот так вот и люди идут крест перекинут туда с земли и люди мелко туда идут ну хорошие такие поучительные я на все сдавал и все больше я их не видел то есть я не имел прозрения что тебе нельзя давать думаю дождь пресвитера почему он не пресвитер была старше ну все Игнатий 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 все достойно есть я воистину блажите тебя Богородицу преском блаженную и принепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Террулин и славнейшую без странения серафин без истрения Бога Слово родшую сущую Богородицу тебя величаю Отец наш небесный мы предстали перед твоим величием дивный славный любящий Бог во имя Сына твоего единородного Господа и Бога нашего Спасителя Иисуса Христа услыши мы просим тебя прими нашу хвалу за все милости какие мы испытали от тебя из этот воскресный день напоминающий о твоей победе над смертью над тьмой на дьявол Ты знаешь Владыка какие грозные испытания грядут на эту землю отступившую от тебя дай силы все это перенести с благодарением научи нас за все славословить твое дивное имя ибо ты достоин прославления соедини наши мысли со священным писанием чтобы мы вникали в него сверялись так ли мы поступаем приготовь нас к встрече с тобой слава тебе во веки Отец Сын и Святой Дух Аминь Отец Небесный прими нашу молитву воздяния рук как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати твоей и соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящихся тебе на небе и на земле услыши и исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спаси их Господи и помилуй Аллилуйя Аминь Говори Владимира Господи слушайте слышит Раб Твой Аминь Спаси Христос Ефесянов 4.1 Следующий будет нашел занятие